На прошлой неделе прошло заседание правительственной комиссии Магаданской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, где обсудили государственную поддержку молодежным и детским объединениям. Сейчас существуют две формы поддержки. Первая – это формирование регионального реестра молодежных и детских общественных объединений. В этот реестр попадают те организации, которые имеют статус юридического лица, и численность их членской базы – не менее 30 человек. На данный момент в этот реестр входит 7 магаданских организаций. Вторая форма поддержки – это проведение грантового конкурса для этих организаций и распределение финансирования на реализацию социально значимых проектов. На эти цели предусмотрены средства в госпрограмме «Молодежь Магаданской области». Ежегодно 250 тысяч рублей распределяются между этими организациями. Начальник отдела молодежных проектов и программ Алексей Попков рассказал и о других существующих формах поддержки. Если говорить о других формах взаимодействия, формах поддержки, то это информационно-методическая образовательная поддержка молодежным и детским общественным объединениям. Два раза в год проходят образовательные мероприятия. Для этих организаций приглашаются эксперты из других регионов, в генеральном уровне. Мы обучаем специалистов деятельности в данной сфере, содействуем информационному продвижению деятельности организаций в социальных сетях, посвященных молодежно-политическим. Все это делается для того, чтобы членская база в данных организациях увеличивалась. Кроме этого, реализуются совместные проекты с общественными объединениями. На все мероприятия регионального уровня члены различных организаций приглашаются в качестве экспертов или гостей. Наиболее отличившиеся участники поощряются денежными премиями. Тем не менее, государство также помогает и тем объединениям, которые не имеют статуса юридического лица.